Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 26 марта 2018 года. Сегодня у меня начинаются седьмые сутки выхода из 30-суточного голодания. Как я в предыдущем видеоролике говорил, что шестые и седьмые, в принципе, по количеству ингредиентов и ничем фактически не отличаются два дня вот эти вот употребления. То есть у нас увеличилось немножко, не немножко, а в общем-то до 600 грамм морковка черта. То есть можно сказать, морковки вот за вот эти восстановительные дни, вот особенно первые 8-10 суток, очень много по рациону рекомендуется есть. Значит, морковный сок с яблочным и плюс тертая морковка. То есть она очень необходима для восстановления, наверное, зрения. Ну и вообще витамины, богатые витаминами морковка. Далее. Значит, ночью предыдущую я спал нормально. Вот в прошедший день, в общем-то, у меня фактически весь на улице был, вот дома не сидится. Вот что интересно, что вот в самом деле появляется. Чувствую, что еще, в общем-то, я по глазам, по лицу, вот посунувшись в виду, там вот немножко, вернее, сутулому виду, там и так далее. Все, вот мышцы тянет, спины. Это все, если сижу там, допустим, в каком-то положении, там, то независимо от этого энергия начинает проливаться. И хочется двигаться, двигаться. То есть мышцы требуют физического дальше, физической нагрузки. Вот. И сегодня я снова пойду на улицу, там буду работать, заниматься. Вчера очень много я сделал, в общем-то. И не устал. Пришел где-то аж 8 часов уже вечера домой. Вот. Питание, я уже говорил, оно, в принципе, ничем не отличается. Но аппетита, как такового, сильно, конечно, волчьего аппетита такого нет, о том, чтобы был бешеный аппетит, что хочется все подряд молотить. Нет. Я избран то, что положено, в принципе, а то и ем. Вот. До орехов еще я не дошел, хотя их закупил уже. Вот. Меда, значит, 40 грамм употребляю в течение дня, вот вчера и сегодня. И кашу, значит, я не делала на молоке. Я уже объяснял, причем, потому что молоко сейчас не гарантированно качественное. Вот. И истинное то, что было раньше. И единственное, что я капусту стушил буквально, ну, 5-10 минут где-то она кипела. Вместе, значит, капуста, лук, морковка, там вот томатный сок залил и водички. Вот это все буквально прокипело. То есть, ну, короткое время, на слабеньком огоньке. Вот лаврушку бросил туда. И суп. Суп рисовый я. С картофелем, с морковкой и луковицу целую. Вот эту луковицу везде я полуковице крошу. Меленько. Вот она аромат издает. Сладенькая такая вот уха получается с этого, с лука и морковки. А так сок и плюс то, что перетираю сока. 600 грамм в сутки выпиваю. И то, что, значит, тертые овощи, яблоки тертые. Потом тертая морковка, перец пропускаю через мясорубку болгарский. Потом сельдерей через мясорубку. И кинзу тоже через мясорубку пропускаю. Ну и черемшу еще забыл. Черемшу. Ну, а рис настаиваю 8 часов. Ну, вернее, на ночь я замочил. Это щечевица. Вот, щечевица. Суп вкусный, ароматный. В общем, нету слов для выражения. Вот, вес у нас сегодня. Так, вес у нас сегодня тоже повысился. Больше стал. Значит, по сравнению с вчерашним днем, 71 был вчера 250. Сегодня 71 750. То есть на полкилограмма. На полкилограмма вес увеличился. Таль я замерял. Объем тот же остался. Ну, в принципе, то, что такое существенное можно было, я отразил. То есть энергия прилива есть. Единственное, все ослабло. Тело слабенькое. Но двигаться хочется. Я не устаю, в общем-то. Не устаю. Хотя, еще раз говорю, по внешнему виду, по лицу видно, что по глазам видно, что какие-то, знаете, ну, не безумные, а такие вот смотришь в зеркало, и какие-то, ну, еще, ну, неестественные глаза. Вот такой какой-то блеск появился, но неестественный какой-то такой, ну, вот что-то сравниваю с безумным, но не такой естественного взгляда. Вот то, что я хотел вам сказать. Главное, не переусердствуйте, не переедайте. Не переедайте. То есть, чтобы желудок постепенно входил, потому что у нас вот эта проблема, что мы начинаем даже то, что положено, и то есть больше, вот, чем по рецептуре заложено. А желудочек имеет свойство расширяться. Чем больше вы будете его набивать, тем больше он будет расширяться, увеличиваться, и потом в дальнейшем будет для наполнения его все больше и больше пищи требоваться. Вот, а если приучите, то есть начальный период, вот именно в каком-то определенном среднем состоянии он будет находиться по размерам, вот, соответственно, и пищи не так много, в дальнейшем будете употреблять. Соответственно, это приведет и к стабилизации веса. Вот кратко то, что я хотел вам рассказать. Друзья, до завтра. Завтра изменяется. Рацион немножко увеличится еще. Удачи всем.